Дательный И он решил написать письмо другу и рассказать, как он радовался солнышку, первой росе и зелёному лесу. А теперь ответьте на вопросы. Кому очень понравилось жить в деревне? Кому решил написать письмо мальчик? Чему радовался мальчик в деревне? Вы уже знаете, что определить падеж нам помогают вспомогательные слова, от которых мы задаём вопросы. У дательного падежа вспомогательные слова. Рад. Кому чему? Пойти. Кому? Послушайте предложение. Я обычно хожу к бабушке по большой дороге, но сегодня я пошла по маленькой улочке, потому что мне надо было зайти к подруге. А теперь давайте ещё раз зададим вопросы. Кому обычно ходит девочка? Почему она ходит к бабушке? Почему пошла девочка в этот раз? Кому она хотела зайти? Как изменились вопросы? Рядом с ними появились предлоги «к» и «по». Это предлоги дательного падежа. Итак, давайте сравним начальную форму имён существительных и их изменения в дательном падеже. Вы многое узнали о дательном падеже. Поздравляю! А теперь давайте проверим, хорошо ли вы слушали урок.